Привет, мои дорогие друзья! С вами опять Эден, и как я вам обещала в моем первом видео, вы сегодня на моей кухне. Это мой первый опыт, что я снимаю рецепт на кухне, и я не думаю, что архитектор, который строил эту кухню, он хотел мне помочь в этом, но мы справимся. И если что-то не будет хорошо в следующем видео, я буду знать, как это делать лучше. Так что, давайте начнем! Как вы знаете, я живу в Израиле, а в Израиле очень много разных общин. Сюда люди приезжают из всего мира. И сегодня я покажу вам одно из моих любимых блюд. Вы знаете, что шаббат это суббота, и шаббат... шаббат... у нас принято отдыхать и встречать этот шаббат праздничным обедом. И одна из общин из Ирака, они в этот обед варят блюдо, которое называется куба. Есть куба жареная, а есть куба вареная. И сегодня мы будем готовить вареную кубу, но еще вареная куба, ее есть больше, чем 20 разных видов. Я вам буду показывать самую простую кубу. Для этого вам понадобится килограмм манки, полкилограмм фарш из красного мяса, паста томатная, лук и кориандр. Я обожаю кориандр. И различные приправы. Соль, перец, острая паприка, куркум и камун. Куркум и камун они очень-очень полезны, и их надо только чуть-чуть, потому что у них очень сильный вкус. А паприка острая по вашему вкусу, потому что я люблю очень-очень-очень острые блюда, но моя мама не может кушать острые блюда, так что я сегодня буду только тихонь. В первую очередь вам надо приготовить начинку куба. Надо налить масло на сковородку. Дальше целую луковицу вы должны порезать на мелкие кусочки и обжарить это. Когда лук будет почти прозрачный, вы знаете, что он почти готов, так что выставите полкилограмма вашего фарша. Постоянно размешивайте это, чтобы не было комков. И теперь, когда почти готово, я смешала в этой мисочке пол ложки перца, пол ложки коммун, куркум и ложка соли. Я высыпаю это сюда. И к самому концу я вложу сюда кориандр. И теперь вы все это размешиваете только несколько секунд, выключаете огонь и ставите, чтобы это было холодно. После того, как мы оставили наш фарш охлаждаться, мы берем килограмм манки и высыпаем это в пастрюлю. Из этой манки мы будем готовить тесто, так что нам надо, чтобы эта манка превратилась в тесто. Мы ставим сколько воды, сколько мы видим, что достаточно, пока вся манка не будет мокрая. Но не слишком мокрая, потому что нам ее слишком мягкой не надо. Я поставила 3 стакана. Сейчас я все это размешаю. Из всех этих ингредиентов у вас должно выйти 50 куб, то есть 50 шариков. Если вы думаете, что этого много, вы можете или меньше приготовить, или просто, как я это делаю, поставить в морозилку эти шарики и приготовить на другой день. После того, как вы приготовили тесто, вам надо это оставить несколько минут, чтобы вся вода впиталась. И пока что вы должны приготовить последнюю вещь для куба, и это соус или суп. Я поставила большую кастрюлю и почти до конца заливаю ее водой, потому что, как я вам и сказала, я буду только половину готовить и все остальное в морозильник замораживать. Так что поставила в воду. И, конечно же, как я вам и сказала, что это был мой первый опыт съемки рецептов, так я вам забыла сказать, что вам понадобится 2 больших луковицы. Одна для соуса, а другая для начинки. Целую луковицу я ставлю в сковородку. Ставьте палец вверх за препятствием моей кухни и за препятствием жары в моей кухне. Там где готовится 3 сковородки сейчас, и я скоро плавлюсь. Мы ставим 4 ложки томатного соуса. Не обращайте внимания на мои ложки, у меня хорошие глаза. Теперь весь наш лук мы ставим в наш соус. Я ставлю паприку горячую. Ставлю камун. Тоже немножко, потому что у него очень сильный вкус. Я ставлю соль по вкусу. Красную паприку пол ложки. И, в конце концов, перец. Все мешаю, ставлю на пер на очень маленький огонь. И это будет продолжать вариться. Пока что мы с вами будем готовить наш кубы. Окей, вы должны эти руки мочить водой, чтобы ваше тесто к вам не прилипало. Теперь вы берете маленький кусок, делаете из этого шарик. Этот шарик вы делаете вот такую ямку. Большую. Вы ставите немножко начинки. И все это внутрь закрепляете. В тот момент, как этот шарик готов, вы должны кинуть его в суп. Но так как вы видите, что архитектор моей кухни не был хорошим другом с ютубом, так что мы будем это делать так. Вы должны всегда мочить свои руки, чтобы ваше тесто к вам не прилипло. Если вы не хотите все это готовить, вы можете только приготовить шарики и заморозить их в морозильнике. А в следующий раз только приготовить соус. Это очень забавный процесс. Он успокаивает нервы. И к тому же это очень-очень вкусно. Так что попробуйте у себя дома. И у вас это выйдет очень вкусно. Ставьте палец вверх, если вам это понравилось. И напишите мне, если вы хотите еще такого типа видео, потому что у меня есть еще много-много блюд для вас. И все. До скорой встречи. Пока.